Внезапно расплакался, что произошло с Юрой Шатуновым. Юрий Шатунов был гостем программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Там был показан сюжет о жизни композитора и поэт-основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Когда-то в 80-х именно Кузнецов заметил талантливого мальчишку и достаточно быстро сделал ему эстрадную карьеру. Сергей был автором основных хитов группы «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многих других, которые исполнял тогда и исполняет сейчас Юрий, рассказывает одно популярное издание. Не ужившись, с Андреем Разиным в одном коллективе Кузнецов ушел из группы в 1989 году. Сейчас композитор живет со старенькой мамой в Оренбурге, получая 8 тысяч рублей пенсии и еще 2 тысячи рублей авторских гонораров за песни. На фоне алкоголизма у него развился цирроз печени. Посмотрев ролик, Шатунов не смог сдержать слез. Каково же было его удивление, когда Андрей Малахов привел Сергея Кузнецова в студию. Юрий бросился ему на шею. Он сказал, что много лет помогают Кузнецову, но не виделись они очень и очень давно. Также стоит отметить, что Юрий Шатунов, эфиритель программы «Малахова. Привет, Андрей!» рассказал неприятную историю времен своей юности. Оказывается, почти два года опекун буквально эксплуатировал его, заставляя петь на многочисленных концертах. 47-летний Юрий Шатунов признался, что любит употреблять спиртные напитки. Правда, делает это артист не в больших количествах и, конечно, под определенные блюда. Так, в его жизнь давно вошли белое и красное вино и излюбленное немцами пиво. Бывший солист «Ласкового мая» отмечает, что не отказывается от бокала с алкоголем за ужином. «Если честно, бухаю иногда. Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблую, например», — с иронией рассказал музыкант. При этом Юрий ведет здоровый образ жизни и выглядит гораздо моложе своих лет, поклонница певца. Уверяют, он до сих пор похож на парня, подростка, который некогда поразил их сердце. «Юра был моей первой ролевой моделью. Он был такой красивый, и я себе представляла, как мы с ним бежим по берегу моря. И он меня целует. Моя несбыточная фантазия», — поделилась Анфиса Чехова. Продолжение следует...